Однако триумф телетанков был недолговечным. В процессе их использования на пересеченной местности выяснилось, что роботы не могли выполнять приказы. Если воронка имеет значительные габариты, то просто теряется радиоуправление. А в условиях реального боя восстановить его достаточно сложно. Но я думаю так, что это не принципиальное ограничение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телетанкеток, как они их называли, было изготовлено очень большое количество, около 7 тысяч. Но сам размах такого производства говорил о том, что немецкие военные теоретики и практические военные возлагали на них значительные задачи. Немецкие роботы также оказались слишком уязвимы. Технологии 40-х годов не позволили телетанкам стать грозной силой во время Второй мировой войны. Робот не должен причинить вреда человеку. Именно так звучал один из первых законов робототехники, которые знаменитый писатель-фантаз Айзек Азимов сформулировал еще в 1942 году. В реальной жизни оказались востребования роботы-убийцы. Интересы военных стали одним из главных стимулов для развития этой сферы техники. Каждый этап в ее совершенствовании оказался связан с очередным военным конфликтом. Холодная война положила начало эпохи высокоточного интеллектуального оружия. Во второй половине 20-го века боевые роботы стали важнейшим звеном в борьбе за мировое лидерство и вместе с запуском первого искусственного спутника вырвались в космос. Соперничество в области космических исследований между СССР и США было в самом разгаре. После триумфального полета Юрия Гагарина американцы сконцентрировали усилия на лунной программе. Это имело колоссальное стратегическое значение. Совершенно секретно. 20 апреля 1965 года. Вашингтон. Министру обороны США Роберту Макнамару. По нашим данным, русские приступили к созданию планету Кодов для длительного пребывания на Луне. Такие роботы способны не только выполнять геолого-разведочные задачи, но и при необходимости решать боевые задачи. Если рассматривать Луну как арену боевых действий, необходимо учесть, что СССР может первым создать там базу для контроля над космосом. Руководитель агентства по передовым исследовательским проектам Нейл Маккелрой. В 60-е годы научный мир был потрясен удивительными открытиями в области микроэлектроники и программного обеспечения ЭВМ. Скорость вычислений увеличилась в десятки раз. Ученым казалось, что они буквально в двух шагах от создания искусственного интеллекта. Машины-роботы могут делать многое. Все, чему их научил человек. С каждым годом в мировом промышленном производстве растет число машин-роботов, которые в самых различных отраслях избавляют людей от тяжелого однообразного труда. В 1967 году на советский экран вышел фильм под названием «Его звали Роберт». Красивый интеллигентный биоробот в исполнении Олега Стриженова был немного несуразен, но удивительно вписывался в модель человеческого поведения. Стой. Прежде чем уйдешь, скажи людям «до свидания». «До свидания». Но это только начало. Фантазия кинодраматургов опережала реальные возможности технологии 60-х годов. Они не могли обеспечить создание биороботов. Однако именно в это время советские конструкторы разработали не менее уникальные аппараты. 17 ноября 1970 года на поверхности Луны впервые появились следы советского робота. Луноход, сконструированный знаменитым КБ имени Лавочкина, заставил западный мир замереть от ужаса. Неужели Луна теперь в руках русских? Это был громадный шаг в развитии технологии. Немногим было известно, что...